Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это небольшой обзор, который я хотел сделать до нового года, но не было немножко времени. Короче, погнали! Jurassic Park Survival Это предстоящая однопользовательская приключенческая видеоигра на выживание, разрабатываемая студией Sabir Interactive. Недавно компания показала нам свой релизный трейлер и фанаты игр про динозавров сказали вах. Но, как показали, трейлер появился без предупреждения во время церемонии The Game Awards 2023. Вернемся чуть назад и начнем немного о студии разработчиков. Sabir Interactive – американская компания видеоигр, состоящая из более чем 20 студий и более 2500 сотрудников по всему миру. Знаменитые проекты студии Warhammer 40 000, Space Marine 2, World War Z, Evil Dead The Game, SnowRunner. Однако, остается много вопросов и, не в последнюю очередь, о том, кто конкретно создает игру на трейлере. И сайте, конечно, красуется логотип студии Sabir Interactive, но у компании более дюжины дочерних компаний. Вернемся к действию игры. Действие истории будет разворачиваться через день после событий фильма 1993 года. Ну, вроде так заявили. Какие события будут ждать нас в игре, нам придется выживать в захватывающем бою от первого лица в роли ученого Инген, доктора Майи Джоши, которая не смогла эвакуироваться с острова Нублар. В этой однопользовательской приключенческой игре игроки-любители юрского периода смогут для себя открыть, как подчеркнули разработчики, невиданную ранее историю. Опасность будет буквально подстерегать игрока на каждом шагу. Искусственный интеллект динозавров будет обладать своим уникальным и адаптивным поведением. Напомню, что это будет одиночный хоррор-сурвайвл, во многом напоминающий такие игры, как Alien Isolation и Outlast. Даже по релизному трейлеру мы видим что-то напоминающее две эти шикарные игры. В игре будет много интересных катсцен, самое главное, в игре игрок будет абсолютно безоружен против смертоносных доисторических хищников. То есть, по сути, нам придется прятаться, искать какие-то убежища, подсказки, что-то, возможно, крафтить, скорее всего, чтобы выжить от хищных тварей, ставить ловушки и прочее. По факту, когда мы будем сталкиваться с динозаврами, мы будем должны перехитрить их, используя объекты в самой окружающей среде, например, сигнальные ракеты, чтобы мешать животным или отвлекать их, а также выполнять скрытные или уклончивые паркурные действия, такие как перекатывание, прыжки и лазание, чтобы выжить. Вот. Немного по существам. Как по мне, это малый список и очень надеюсь, что он дополнится к релизу игры. Брахиозавр, Дилофозавр, Галимим, Тернозавррекс, Велоцераптор. Дата релиза игры не раскрывается и пока точно не сказали, когда она выйдет. Но может быть уже в этом году, хотя данный проект разрабатывается уже немало времени. Главный упор в игре на данный момент разработчики сейчас делают на оптимизацию игры. Ведь графически качественных элементов в игре предостаточно. Да, и совсем забыл. Игра выйдет на консолях PlayStation и Xbox нового поколения, а также ПК. Наверное, пока на этом все. Есть что дополнить? Пиши комментарии. Мы обязательно в будущем пройдем вместе с вами эту игру. Следим за ее развитием. Палец вверх, подписка на канал. Палец вверх, подписка на канал.